Девочка-пай Здравствуйте, ребята! Сегодня мы послушаем сказку, которая называется «Чей нос лучше?» Бианки Виталий. Рассказы о животных. Мухолов-тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидел поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье. «Очень уж мне утомительно», – говорит, – «пропитание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть, а зернышки клевать я не могу, нос у меня слишком тонок». «Да, твой нос никуда не годится», – сказал дубонос. «То ли дело мой, я им вишневую косточку, как скорлупку, раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды, вот бы тебе такой нос». Услыхал его клест-крестонос и говорит, «У тебя, дубонос, совсем простой нос, как у воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос. Я им круглый год семечки из шишек вылучиваю, вот так». Клес ловко подел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечка. «Верно», – сказал Мухолов, – «твой нос хитрее устроен». «Ничего вы не понимаете в носах», – прохрепилось болото бекас-долгонос. «Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтобы им козявок из тины доставать удобно было. Поглядите на мой нос». Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос, длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка. «Ах», – сказал Мухолов, – «вот бы мне такой нос!» «Постой!» – запищали в один голос два брата Кулика. Шелонс и Крашнёб-серпонос. «Ты еще наших носов не видал!» Поглядел Мухолов и увидел перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз, и оба тонкие, как иголки. «Мой нос для того вверх смотрит», – сказал Шелонс, «чтобы им в воде всякую мелкую живность поддевать». «А мой нос для того вниз смотрит», – сказал Крашнёб-серпонос, «чтобы им червяков да букашек из травы таскать». «Ну, – сказал Мухолов, – лучше ваших носов не придумаешь!» «Да ты, видно, настоящих носов не видал!» – крякнул из лужи Шелконос. «Смотри, какие настоящие носы бывают! Во!» Все птицы так и прыснули со смеху прямо Шелконосу в нос. «Ну и лопата!» «Зато им в воду щелокочить-то как удобно!» – досадливо сказал Шелконос и поскорее опять кувырнулся головой в лужу. «Обратите внимание на мой носик!» – прошептал с дерева скромный серенький козадой сетконос. «У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, бабочка целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю». «Это как же так?» – удивился Мухолов. «А вот как!» – сказал козадой сетконос. «Да как, разинит зев!» Все птицы так и шарахнулись от него. «Вот счастливец!» – сказал Мухолов. «А я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу сотнями!» «Да!» – согласились птицы. «С такой пастью не пропадешь!» «Эй вы, мелюзга!» – крикнул им пеликан, мешконос с озера. «Поймали мошку и рады, а того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить!» «Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу!» «Опять поймаю и опять отложу!» Поднял толстый пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой. «Вот так нос!» – воскликнул Мухолов. «Целая кладовая! Удобнее уж никак не выдумаешь!» «Ты, должно быть, моего носа еще не видал!» – сказал дятел. «Вот, полюбуйся!» «А что же на него любоваться?» – спросил Мухолов. «Самый обыкновенный нос! Прямой, не очень длинный, без сетки, без мешка!» «Стем носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай!» «Нельзя же все только об еде думать!» – сказал дятел-долбонос. «Наблесным работникам надо инструмент при себе иметь для плотничьих и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим, жилище устраиваем и для себя, и для других птиц. Вот у меня какое дело!» «Чудеса!» – сказал Мухолов. «Столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше!» «Вот что, братцы! Становитесь вы все рядом! Я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос!» Выстроились перед Мухоловым тонконосом «Дубонос, крестонос, долгонос, шилонос, серпонос, широконос, сетконос, мешконос и долбонос!» Но тут упал сверху серый ястреб-крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед, а остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. eseнхозгурайнее Продолжение следует...